Друзья, товарищи, всем привет! Совсем недавно мы рассказывали о том, как отличить уважаемые электровозы ЧС-2Т и ЧС-4Т друг от друга. Топереча джентльмен доволен, ибо, скажем, гуляя с девчиной, без запинки называют серии вышеупомянутых локомотивов по первому требованию последней. Но вот ведь какая незадача! В очередном номере журнала ЭТТ мы прочитали, что скоро у нас будут ездить новые, улучшенные машины. Да вы сами взгляните, вот, я очевидец. Начинается серийная поставка в нашу страну чехословацких пассажирских двухсекционных восьмиосных электровозов переменного тока ЧС-8. И ладно бы только ЧС-8, так ведь еще и ЧС-7 шлют! В нашу страну из Чехословакии поступают пассажирские электровозы постоянного тока ЧС-7. А теперь дивитесь. Вот и вот. Ну как? Где ЧС-7, а где ЧС-8 не знаете? И мы не знаем. И никто не знает. А надо знать, чтобы не получилось, как у того дедушки. Он был на шпатцере со своей старушкой, но она и спрашивает. Эй, дед, что сейчас требует? А он ей. Я не знаю, старая. Знаю только, что это не В-80. Друзья мои, попробуем же отыскать отличия между этими таинственными машинами. Но перед этим краткая справка. Оба электровоза пассажирские, двухсекционные, восьмиосные, выпускаемые славной Чехословакией с 1983 года. Ну, погналы. Начнем с кузова. Барышня, первый слайд. Пожалуйста, не смотрите на крышу еще рано. Только на кузов. И что мы видим? Окна в коридоре. У ЧС-7 они расположены практически на равном расстоянии друг от друга. Разве что четвертое окно сдвинуто чутка дальше. А на ЧС-8 все в разнобой. Никакого перфекционизма. Это основное и, пожалуй, единственное отличие по кузову. Хотя, может локомотивы разнятся и количеством ребер жесткости? Мы прилежно посчитали оные и там, и там. И что же? Все идентично. 7 под кабиной и 18 сбоку. Да еще плюс 4 на боковине крыши. Да, чехи любят продольные гофры. Та же Ачка вся в них закатана. А на наших пациентах даже крышу ими украсили. Собственно, пора перейти к крыше. Барышня, следующий слайд, пожалуйста. Вот уж крыша-то у машины отличается чуть менее, чем полностью. Это и понятно. ЧС-7 постоянник, а ЧС-8 переменник. В первую очередь в глаза бросаются главные резервуары, расположенные в разных местах. На ЧС-7 аккурат по концам секций, а на ЧС-8 ближе к середине. Как по нам, этот признак позволяет проще всего идентифицировать наших близнецов. Иначе говоря, в любой непонятной ситуации чек и резервуары. Разумеется, по-разному выполнены жалюзи забора воздуха. На Семерке все культурно и симметрично. По бокам два двойных жалюзи вентиляторов тяговых двигателей. Посередине здоровая дура – охлаждение пуска тормозных резисторов. Есть еще Литл-решеточка для мотор-компрессора. А на Восьмерке никакой симметрии. Множество разрозненных элементов, смонтированные как попало. Такая вот система вентиляции, однако. Конечно, только на ЧС-8 можем увидеть ГВ – главный выключатель, рядом с которым высоковольтный разъединитель. И если разъединитель, пусть и другого типа, присутствует и на ЧС-7, то ГВ – фишка исключительно переменного собрата. Сами рога тоже разных типов. У постоянника токоприемник типа 13PP, а у переменника два SLS-1. Такой же, как и у ЧС-4Т. Нет смысла перечислять каждый изолятор или токоведущие шины, поскольку упомянутых выше элементов крышевого оборудования вполне достаточно для цели нашего ролика. Интересная деталь – прожектор. На ЧС-7 он ниже, чем на ЧС-8, правда только до 110-го номера. Со 111-й машины эти штуки стали идентичными, высокими, как жирафик-рафик. Кстати, на том же 111-м номере местные умельцы замутили кастом, поставив чудо-конструкцию из двух ламп. Не иначе, как для ралли Париж-Дакады. Что там на очереди тележки? Давайте тележки, барышня. С сожалением констатируем, что каких-то отличий во внешнем виде этих девайсов мы не выявили. Разве что большее количество заземляющих устройств на восьмерке. Тут уж вся надежда на наших зрителей, которые, возможно, напишут в комментах, чем же отличаются телеги этих электровозов. Может, передки разные, а? Тетка, давай! Хм, вообще никаких отличий. Что ж такое-то? Вот так чешские конструкторы. Они поглумиться, что ли, решили? Тогда предлагаем кабины. Мы понимаем, что это уже интерьер. Ну, хоть там-то что-нибудь должно отличаться. Вангуем, что будут разными шкалы киловольтметра сети. Слайд, пожалуйста. Во, тут отличия есть. Во-первых, что сразу заметно, разное количество приборов. На ЧС-8 явно больше. Кроме того, как мы и говорили, киловольтметры сети на семерке на 4 киловольт, а на восьмерке на 40 киловольт. Впрочем, их видно не очень. А в остальном сходство гораздо больше, чем различий. Так что машинист-постоянник на АИЗе освоит электровоз-переменник. В коридор уж не пойдем, поскольку снаружи его, ну, никак не видно. Хотя, конечно, все основные различия собраны именно там. Давайте-ка себе подведем итоги. Электровозы ЧС-7 и ЧС-8 – машины строгие, но весьма уважаемые и комфортные. Товарищи из Чехословакии стремились максимально унифицировать их между собой, что блестяще удалось. Тем не менее, если мы хотим понять, ЧС-7 или ЧС-8 нам демонстрируется в очередном блокбастере от Голливуда или семейном фотоальбоме, прежде всего глядим на главный резервуар на крыше. Не видно резервуаров? Смотрим, как расположены боковые окна кузова. А если и тут постигла неудача, ну, хоть табличку чекни номерную, там обычно пишут, что за электровоз. Возможно, еще джентльмен в курсе о каких-то дополнительных различиях машин. Так пусть поделится тайным знанием. А мы поставим лайки под этими комментами. И вы ставьте лайки, если понравились наши каракули. Да на канал подпишитесь, хоть прям не знаю. И, кстати, пока мы делали этот ролик, услышали краймуха, что в МПС уже начали работать электровозы ЧС-6 и ЧС-200. Так там отличий вообще кот наплакал. Может, нам и по ним ролик запилить? Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.